Кто-либо, что-либо могли бы смотреть в свои времена такой фильм, как Фантомас. Почему я это и заговорила про этот фильм? Потому что это связано с тем, что мне этот брожник кого-то уж точно начал напоминать. И я думаю, что это как раз связано с тем, что как раз он очень сильно похож на своего предшественника из прошлого Фантомаса. Это очень яркий фильм. И он, кстати, мне тоже понравился. Не знаю, почему сейчас его особо не показывать, даже хоть по старым каналам. Но он так-то 64-го года. Их всего две серии. И, кстати, с участием самое главное. Мне нравится с главным героем Луи Де Фюнес. Почему я это заговорила? Потому что этот мне персонаж очень сильно понравился. И он это комедийный такой боевик. Но я не скажу, что такой уж прям сильный такой вот жанр боевика. Но он комедия и детектив. Но самое главное, что Фантомаса очень оригинальны. И такие вот фильмы, которые снимали специально, чтобы после военных переломов. Но если вам захочется, то я вам выставлю, как они выглядят. И плюс, кто с этим... Кто вам больше всего понравится из этих вот главных героев. А почему я сравнила бражника с Фантомасом? Ну, мне кажется, что как раз Томас... Как раз, возможно, использовал этот образ от Фантомаса. Потому что маска очень сильно похожа на такой вот своеобразный. И я думаю, что как раз плюс при этом... Если вдруг, что Габриэль Агрест, возможно, даже этот потомок Фантомаса. Ну, а если вам захочется, то я вам оставлю такой вот фильм, ссылка на фильм. Потому что этот фильм очень и очень старый, но очень интересный и забавный. Субтитры сделал DimaTorzok